Визитки требуются, потому что я забыл какую-нибудь. Мои? Есть? Нет, какая разница, я возьму на твою и всё, потом. Ааа, ты в этом смысле? Да. Так я пойду попрошу два. Какая ещё приятность? Не дадут нам. Дадут. Сейчас. Итак, коллеги, мы начинаем. Вижу, что ещё многие участники общей силы не покинули. Различные вопросы мы продолжаем обсуждать и дискутировать. Мы сегодня решили вынести в тему нашей сессии очень, мне кажется, интересный вопрос о том, какие индустриальные парки. Мы сегодня поговорили о том, как финансировать создание индустриальных парков, для кого они нужны, какие цели, задачи они решают. Но вот лично мне кажется, что довольно важный вопрос это кто, собственно, какие индустриальные парки создавать, чтобы они были эффективными и чтобы это было движение и развитие не ради того, чтобы создать парк ради парка, ради того, чтобы получило действительно какое-то концептуальное и эффективное развитие экономики. Поэтому мы сегодня здесь попытались собрать тех специалистов, экспертов, практиков, которые имеют опыт реализации проектов индустриальных парков, кто так или иначе связан с вопросами промышленного развития, пригласили представителей регионов-лидеров в привлечение инвестиций. И сегодня я попрошу ответить титульно каждому спикеру на один и тот же вопрос, который вынесен в заголовок. Стоит ли нам дальше создавать крупные промышленные территории, огромные индустриальные парки, либо имеет смысл сконцентрироваться на создании небольших, я бы сказал, даже малых промышленных зон. И сегодня здесь у нас, как я уже сказал, довольно авторитетный состав спикеров. Я бы хотел в первую очередь передать слово представителю Калужской области, нашего пилотного региона, того региона, собственно, откуда создание индустриальных парков в принципе активно в России началось. И задать Алексею Лаптеву, губернатора, вопрос о том, когда вы начали создавать индустриальные парки, готовились к инфраструктуре, вы сделали ставку, в принципе, на такие, на крупные территории, если посмотреть Порсины, Грабцы, вот это все, такие парки-гиганты. Как, по-вашему, ставка на крупные территории, она себя оправдала? Это было решение, о котором вы не пожалели? Либо, вот, оглядываясь час назад, вы бы сделали что-то по-другому? Спасибо, Максим. Добрый день, коллеги. В них вложено было порядка 14 миллиардов рублей. Это где-то на один фитар 180 тысяч долларов. А инвесторы вложили в тот же самый фитар, мы посчитали, 3,3 миллиона долларов. То есть, если говорить об эффективности индустриальных парков. То есть, а если с точки зрения налогов на эту историю посмотреть, то на один вложенный рубль мы получили 4,3 рубля налогов. То есть, с точки зрения финансов, безусловно, создавать индустриальные парки эффективно. А тут у нас сомнений нет. Но я бы говорил о комплексном подходе. То есть, нельзя просто взять, создать индустриальные парки, туда обязательно придут инвесторы. То есть, наверное, все знаете, что у нас недавно прошел Петербургский экономический международный форум, на котором подвели рейтинг инвестиционных периматов в субъектах Российской Федерации. И в прошлом году Калужская область занимала первое место там и среди 21 пилотов в регионе. В этом году 76 пилотов, ой, 76 регионов было, и мы заняли там почетное второе место. Вот, то есть, без хорошего инвестиционного климата тоже, наверное, ребенок никогда вперед не продвинется. Плюс, если только поддержки, я бы тут тоже отметил, а не если только поддержки, да, то есть у нас работает уже много лет корпорация развития Калужской области и агентство регионов на развитии Калужской области. И последний момент, на который я бы, наверное, хотел обратить внимание, это вся наша промышленная политика базируется на кластеровом подходе. То есть можно спорить правильно или неправильно, да, но спорить это показать. Сегодня у нас работает достаточно хорошо автомобильный кластер, которого 7 лет назад вообще в Калуге не было, а сегодня мы выпустили за миллион автомобилей, который объединяет 3 ОМ-производителя и 28 производителей комплектующих. Вот. Работает фармацевтический кластер, в который входит 54 предприятия уже. Работают логистические кластеры. За последние 7 лет был уже оборот в Калужском регионе и выросли 25 раз. Работают также на сельскохозяйственные кластеры. И, ну, можно сказать, что это в том же кластере переработки сельхозпродукции. Вот. И несколько кластеров мы активно развиваем, да. Поэтому вот я бы говорил как раз о комплексе. Комплексно подходит ко всему. Ну, безусловно, в Минусской области индустриальной парте, о которой мы сегодня говорим, да, это было бы предвидительно возможно. Спасибо. Ну, то есть, Ваше заключение такое, что это было действительно оправданное решение. И в дальнее, вот сейчас, анализируя прошлый опыт, если говорить все-таки о малых индустриальных парках, насколько Калужская область готова смотреть в эту сторону? Ну, все-таки нам комфортнее развивать, конечно, большие парки. Например, парк Ворсен, о котором мы говорим сегодня, вмещается это инспекриятие. Все-таки затраты на инфраструктуру в крупных парках безусловно меньше, чем в маленьких, да. То есть, мы вот как судье смотрим на все-таки на развитие крупных парков. И именно поэтому, например, особенно в Минусской области, который у нас существует на двух площадках, это вообще тысячу лет, да. Ну, а особенно, наверное, в СИЗО, это фактический индустриальный парк, да. Мы понимаем, мы просто преференция как-то другая. Вот, поэтому, как судье, наверное, мы бы смотрели в сторону больших парков, да. Как... У нас также есть частный индустриальный парк, да, в Калужской области. Вот, но он небольшой. Ну, вот, говорить в принципе, нужно спросить, наверное, там, сравнить все большие индустриальные парки, которые делают студенты или федерация, да, и малые, которые делают, наверное, частные, там, предприниматели, да. Вот, тут нужно посчитать. Мы смотрим в сторону больших парков. Спасибо большое. Алексей в своем выступлении упомянул про институты развития, про те команды, которые, собственно, занимаются управлением парков. И я бы хотел тогда передать слово человеку, который в Калужской области, собственно, один из таких институтов развития возглавлял. Сейчас является генеральным генералом корпорации развития Московской области. Ну, Алексей Николаевич, тот же самый вопрос, да, с того, что вы решили, какие у вас сегодня подходы к развитию индустриальных парков в Московской области, как устроена система в этом регионе и на что вы ориентируетесь? Спасибо, Максим. Добрый день всем, уважаемые коллеги, друзья, партнеры. Можно попросить вот карту, которую мы попросили бы вынести в Американ. Ну, что бы я хотел, с чего начать? Мне кажется, два года назад Московскую область еще путали с Москвой. Когда иностранные инвесторы особенно спрашивали, где это Московская область, все это чудо показывали, насколько именно на Москву. Мы специально попросили, представляя вашему вниманию эту карту, сегодня позиция руководства Московской области, что в каждом муниципальном образовании должна быть точка роста. Эта точка роста может быть выражена как в полноценном индустриальном парке, в крупной территории, так и в неком технопарке. Согласитесь, там в Реутово, в Долгопрудном, в Магиматищах или в Королёве, например, сегодня невозможно найти свободных 10, 15, 20 гектаров, где можно было бы сделать индустриальный парк или технопарк. Соответственно, у нас там немножко другие методы работы. Если вы посмотрите на карту Московской области, значит, здесь представлено 33 индустриальных парка, по нашему мнению. Где-то у нас позиция ассоциации индустриальных парков совпадает, где-то нет. Соответственно, из 33 индустриальных парков, представленных на карте, только два государства. Это особая экономическая зона Другданк, номер один, и индустриальный парк Есифово, который у нас расположен, номер двадцатый, в строящейся индустриальной парке. Мне кажется, нету второго субъекта такого на территории Российской Федерации, который мог бы похвастаться таким количеством частных индустриальных парков. Наверное, если бы было возможно, государство индустриальной парки отток создавало условия для развития частного бизнеса. Если говорить о больших или о маленьких индустриальных парках, то нам кажется, что все, что внутри ЦКАДа, внутри существующей А-107, это парки до двухсот гектаров. Преимущественно, в каждом этом парке есть элемент логистики. Хотя ситуация сейчас показывает, что управляющие компании часто заинтересованы как можно меньше логистики, как можно больше производства. Это понятно. Особенно последние два года показали, что если у тебя индустриальный парк, и ты сдаешь в аренду просто склад, завтра у тебя клиент выехал, и ты становишься с рисками то, что у тебя не заполнены площади. Если это производство какое-то, то уже так быстро не получится освободить помещение. Соответственно, у владельца производственного здания есть возможность перед выездом старого клиента искать быстрый новый. Если говорить о крупных точках роста, то они все реально, нам кажется, это в тех муниципальных образованиях Московской области, которые уже граничат с другими субъектами, где есть свободные земли, где можно создавать парк и на 1000 гектарах, и на 2000 гектарах. Ну, Алексей Петрович правильно заметил, что здесь все, я думаю, в этом зале согласны, что если мы говорим об индустриальном парке большом, там, тысячи, полтора, две тысячи гектарах, тут уже без господдержки ни один частный инвестор сегодня придет и не будет создавать такой индустриальный парк. Потому что, в нашем понимании, это точка роста, где должен быть и якорный резидент, должна быть и вся социальная инфраструктура, должна обязательно быть и предоставленные жилищные условия, чтобы по принципу, где работаешь, там и живешь, соответственно, с вытекающими отсюда последствиями и транспортная инфраструктура, и все объекты, которые позволяли бы и людям, работающим в этих индустриальных парках, также отдыхать, проводить свои просветки. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, то, что корпорация развития Московской области является специализированной организацией в области кластерного развития. Сегодня на территории Московской области три кластера, это ФИСТИК-21 на базе нашего физического института в Долгопрудном, это кластер Пущина, так называемый биотехнологический кластер, и кластер Дубна. Мы последний год занимались чем? Мы отбирали на уровне правительства, внутри Министерства инвестиций и инноваций, так называемые стартапы, именно стартапы в эти могли подать заявки любые совершенно предприятия, организации, индивидуальные предприниматели, молодые студенты, выпускники, для того, чтобы понять и определить, что им необходимо, какие площади, какие дотации, кому-то, может, деньги на приобретение оборудования, кому-то, наоборот, технологию внедрить на какие-то существующие предприятия. Я думаю, что до конца 2015 года мы подведем некий итог внутри себя, внутри правительства Московской области. Для чего? Чтобы уже целенаправленно пойти к моменту, если это стартап, который там связан с IT, с микроэлектроникой, с биотехнологиями, у нас есть возможности внутри Московской области размещать, в зависимости от направленности предприятия, эти стартапы. Тогда мы уже будем видеть, кому нужно просто земля с инфраструктурой, чтобы там самостоятельные люди строили свое производственное предприятие, а кому, наоборот, надо помочь для того, чтобы построить это здание, сдать в аренду с возможностью последовательности. по следующему видео. Спасибо еще за внимание.